Девушки отдыхают Я тебя смотрю, я тебя прошу, тебя успокойся Уйди, Наля, из-за тебя все Уйди, я сказал Пошел вон из моего дома Здравствуйте Ты что, не понял? Успокойся, успокойся, слышишь? Спасибо нашей тете Лялечке, да, Ванечка? А наш папа о нас забыл Да ладно Может быть, там он или правда что-то очень серьезное Но не мог же он вас просто взять и не встретить Ну, прости меня Представь, звонит ребенок Говорит, папа маму убивает Ну, что я должен сделать? Мог бы ей позвонить Да, мог бы позвонить Телефон дома оставил Думал, все быстро решил Не обижайся Я не обижаюсь Что? Ничего Папа Ты меня напугал Че тут сидишь? Прости, Настюш Не ходи Иди ко мне Иди сюда Че тут один Да вот думаю Чтоб маме такого приятного сделать Чтоб настроение ей поднять М? М? Вы же, девчонки, лучше в этом разбираетесь? Не знаю Так вот и я не знаю тоже Может, подарить что-нибудь такое весомое? Не, давай только без подарков, пап Подарки Что такое У нее все есть, что ей дарить Ну да А что такое? Реально А давай сделаем праздник Какой праздник? Ну, в честь нулевого дня рождения Ванечки Это классно Думаешь, понравится? Конечно, пап Мы же тоже там Повеселимся Молодец Мэль, стой Стой Стой, я тебе говорю Все остыло? Молодец Не сердись Без, значит, любит Поехали домой Поеду, но без тебя Я завтра еду в суд Подаю на развод Какой развод? Там или накрутил, гад? Олег Подойди к нам На секунду Маша, ты что такая грустная? Я вообще не понимаю, зачем тут весь праздник Сил никаких нет Молоко пропало Неужели они понимают, что мне сейчас нету сюрпризов? Маша Он же хотел сделать тебе как лучше Все хорошо Ну что ты? Маша ведет себя просто неприлично Сидит как сыч Ну, куда и скакает ты? Ну, только что же дело Имей совесть Если бы не Лена, гости умерли бы от скуки Поздравляю Спасибо Олег Олег Что? Ну что? Нужно Машку как-то развеселить Она вообще грустная там, посмотри Что случилось? Подержи Ванечку Пойду таблетку и пью А что случилось? Давай я подержу Ванечку Да Конечно Ты сам сына не мог подержать? Маш Маш, ты чего? Маш Подожди, подержи Минуточку внимания Давайте выпьем за отца Чтобы Ванечка рос такой же мужественный Красивый, заботливый Как наш Олег За тебя Спасибо Эх, если бы можно было выбирать невесток Ой, мать, не пейся Я же тебя выбрал Пойдем, пойдем, зову Пойдем Ну, а что? Я тебя пройду За Олеша Спасибо, друзья Поздравляем Поздравляем Спасибо Пальчики, привет А это что такие? Привет 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 Пойдем, пойдем Пойдем, пойдем 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 Мужик Здранный Здранный Здравствуйте Здравствуйте А Машка где? Машка Привет Я сейчас Олег, можно тебя на секунду? Да, сейчас Сейчас я принял Что она здесь делает? Я пригласил Ты что, против? Она хотела извиниться За то, что из-за своих проблем Я тебя из роддома не забрал И вообще, она со Стасом разводится Надо поддержать Мне не нужны ее извинения Что значит поддержать? Вот прямо здесь, на нашем празднике Возьми себе в руки Ты чего? Успокойся Хорошо? Хорошо Держи Держи Пошли Сейчас Давай Да Сейчас Давай Молодцы Как-то раз мы снимаем Очень слой У нее вообще куча массовки Софит, кран отлетающий И режиссер нам дает мизан-сцену В общем, стою я Олег, можешь мне помочь? Я? Ну ты, конечно Ну не я же Ну давай Олег, да? Ну конечно, конечно Кто кроме меня думает Никто В общем, режиссер нам дает мизан-сцену Смотри Сцена любви Давай, обнимай меня Ну крепче, ну Да И как бы мы снимаем сцену Первый поцелуй Она томно смотрит ему в глаза Тянется вот-вот будет Первый поцелуй И вдруг она чувствует Что там что-то шевелится Где? Прямо там В общем, оказывается Туда залез котенок По моему платью Начал по оборкам играть В общем, мы с партнером Дико расковались Друзья, я хочу сфотографироваться С родными людьми Честно? Да Ну мне это идти Смелечка, пойдем И с сыном Потом прокатем Я сейчас Моя красава Так, ну-ка Стали вместе Нет, нет А поплотнее, встаньте Есть А сфотографируйте их вместе А крепче прижмите Олег Что, Олег? Да, так, нормально Еще разочек Хватит Что ты хочешь? Что тебе нужно? Отташи с семьи Маша Пусти меня Успокойся, ты чего? Что происходит? Просто я устала Но ты почему-то этого не видишь Зачди вообще вот это вот все Этот праздник для тебя устроен Это очень плохая идея Олег! Олег, успокойся, Олег! Боже, как некрасиво получилось Как так можно? Бедная Машка Последнее время Сама не своя А может быть Шизофрения По наследству передается? Нет, нет С ней все в порядке Просто Не здоровится Роды тяжелые были Устала она Ты чай пить будешь? Не, не хочу Маша Ну ты чего? Веду себя как идиотка На Нелю наорала На тебя наорала Вообще Себе не узнаю Позорище Ну ты же живой человек Все все понимают Никто тебя не осуждает Я сама себя осуждаю Что со мной не так? Да все хорошо Просто ангел Тоже имеет право Показательные на зубке Надея с праздником была хорошая В банчике самого рождения Будет много красивых Вот Это Наська придумала Да ты что? Да Да ты что? Пойду к ней схожу Да пойди Насть Все Не отдам Все Это была очень плохая идея Да? Нет Отличная идея Просто мама у тебя Сумасшедшая истеричка Класс Прости меня Ну прости меня Смотри Хорошо Мама Люблю тебя больше всех на свете Поняла? Я тебя тоже люблю Но больше всех на свете Ты любишь нашего папа У вас всех Ладно Пойду Не буду мешать Бедный Олежек Что Маша устроила Совсем с ума сходит И на работе у него там что-то Я вчера пыталась выспросить Но все без толку Маша своими концертами Сложностей добавляет Слушай Ты лучше бы ее пожалела Потому что ты не понимаешь Что она жена-боец И поэтому сейчас вот У нашего сложности Потому что она Из строя выпала Да Она партнер Плечо Тыл если хочешь Я вообще считаю Что Олегу повезло с ней Даже так? Да Слушай Перестань под нее копать А? А я Я разве Не жена-боец? Ты нет А кто? Ты жена-подарок Ну просто моя честь Ладно Приятный аппетит Ну вот и хорошо Меня интересует особый вид пиара Черный, так называемый Чем чернее, тем лучше Тем более у вас зуб На Олега Томилина Насколько мне известно Ну так говоря Допустим Но не в его случае Там реально Зацепиться не за что Согласен В бизнесе у него все чисто А вот если в личном копнуть Ну это может быть такого что? Молодого, красивого, богатого И без скрета в шкафу Он же мужик все-таки Да какой он мужик С женой все время прикрывается Она у них в семье Мужчина Да и бизнесом Заведует Мария Не зря ведь каждую неделю Приезжает к финдиректору Да что вы говорите Тиночка А давайте мы с вами Провернем какую-нибудь операцию Что-нибудь придумаем такое Нет, нет Нет, я серьезно Вы же специалист в этой области С креативом все что-нибудь Нет Почему? Я не хочу иметь ничего общего С этой сумасшедшей семьей Я заплачу Хорошо А я и так неплохо зарабатываю Спасибо Всего доброго Никогда бы не подумала Всегда ты за нее сидела А тут вон, пожалуйста Какая помощница Мама, мне так стыдно Но я скажу Спасибо большое Ляле Что она мне помогает Но иногда меня это Напрягает Ну просто она все так делает Весело Легко Справляется с домом С Ванечкой Даже с Олегом Говорит ему О своих пробах Он смеется На меня смотрит Чуть не плачет Просто у меня такое странное чувство Что она отодвигает от меня Муша и детей Ну что ты перестань Ну что ты себя накручиваешь Все это гормоны Поверь мне Каждая мелочь Из мухи в слона превращается Наверное Просто Ляляка Лань А я Корова Ты только-только родила Нужно подождать Пройдет время Придешь в форму Ну что ты Все же хорошо Да Жаль все-таки Что у Ляльки Своих деток Никогда не будет Иди Ляля Побудешь с ним минутку Я пойду Иди Я побуду Настя Да-да Иди сюда А это чья Не знаю Не моя Твоя наверное сережка Да нет Не моя тоже Нет Не моё Таких нет Мам Что А вдруг это Ну это наверное просто Лялькина сережка Она сюда заходила Куда Ну к папе Когда вы С Ванечкой были в больнице Вот Ладно я пошла Ты представляешь Только заснул Кофе будешь? Это что? Сережка Я в спальне нашла Это твоя сережка? Нет Ты же знаешь Что я серебро не ношу Ты кофе будешь? Ты к Олегу приходила Что? Мне Настя сказала Вы сейчас с ума все посходили Это не моя сережка Ну это и не моя сережка Я не знаю Она у Олега и спрашивает Чья это сережка Может это твоя сережка? Откуда я знаю? Вот сейчас твой ребенок Проснется И его нужно будет кормить Можно я хотя бы ему Молоко сделаю? Совсем с ума посходили Ляль 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 Ну прости меня Ну я правда Я не знаю Как я могла на тебя Это все подумать Ну прости Слышишь Ляль Ляль Ну а Слушай, ты знаешь, я, я же нашла вторую серёжку в шкатулке. Я, я не помню, когда я их покупала. Слушай, я половина своих шмоток не помню, когда я покупала. Ты столько умел. Ладно, забудь, всё, проехали. Ладно. Чего я такая психованная стала? Хочешь, тебе там свои таблетки успокоительные? Мне очень хорошие в Швейцарии подобрать. А я вообще безвредная, можно было бы даже, если бы ты кормила. Ну, давай. Посмотрите, посмотрю, может, мне в сумке есть. Так, вот. У меня ещё один есть. Остальное пришлю почтой. Да пошла ты. И чтоб ноги твоей здесь больше не было. Что, смелая стала, да? Только я знаю, кто тебя накрутил. И ты пожалеешь об этом. А я не вернусь, поняла? Единственное, о чём я жалею, что не сделала этого раньше. Виктор Борисович, здравствуйте. Да, узнали, это я. У меня к вам деловое предложение. Не хотите ли вы переместить инвестированные активы? Я знаю, да, я знаю, что вы с Томилиным работаете. Но у меня предложение получше, выгоднее. И у Томилина есть кое-какие нюансы. Конечно, давайте я вам расскажу всегда. Ага. 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 Настя, Настя, что происходит? А где Ваня? Настя! Ваня, у тебя? Что такое? Нет. Ваня пропал. Мама, как пропал? Ваня, с тобой? Как со мной? Я в аптеке была. Ваня пропал. Как пропал? Ну так пропал, я не знаю, где Ваня пропал. Ваня, нет Вани, нигде. Мам! Мамка, вот же он! Ваня. Ванечка! Вот ты где? Мамочка, она с ним на тебя потеряла, да? Я его в кровотку положила, это точно. Ну не переживай, ну с кем не бывает. Ты знаешь, я когда текст роли учу, я вообще в мобильник могу в морозилку засунуть. Это мобильник, это ребенок. Олегу не говорите. Вот это правильно. Слышь? Я алгебру делать ушла. Что со мной происходит? Когда Настя маленькая была, у тебя было такое? Нет. Держи. Я вообще не знаю, что со мной было, если там что-то случилось. Застрелилась бы из этого пистолета. Там в кроватке пистолет, как он вообще там оказался? Мася, знаешь что, возьми себя в руки. Маш, выпей успокоительный, ложись спать. Все будет хорошо. Хорошо. Лучше, ладно? Конечно. Так, а кто пойдет со мной наверх? Скажи мне, Павел. А? Ну-ка пойдем с тобой все игрушки возьмем. Пойдем, увидим, Ватька, да. Виктор Павлович, мы с вами договаривались. Да. Вот Мария Сергеевна вернется к работе. Уверен, мы это обсудим. Ну, а пока ограничим инвестиции. Погодите. При чем здесь, Маша? Какое она имеет отношение к моему бизнесу? Алли. Мне надо улетать на деловую встречу, так что давай потом. Потом. Маша, а я сегодня у Виктора Бориса еще был. Такой разговор странный, он хочет транс остановить. И почему-то на тебя осылается. Маша. Маша. Ты слышишь меня? Да. У Виктора Борисовича что? Ты себя хорошо чувствуешь? Да, все хорошо. Давай я Викторию Борисовичу потом поговорю, ладно? Потом. Машунь. Давай я встречу отложу. С вами поеду на прививку. Не волнуйся. Помнишь, как я Настю маршрутки в кенгурушке таскала? А сейчас и не маршрутка, и не кенгурушка. К тому же мне нужно чаще выходить из дома. Четырех стенок я начинаю сходить с ума. Идем? Тихо-тихо-тихо. Тихо, котеночек. Да, зайчик мой? Сейчас сделаем прививочку нашего сонного. Мой котик такой сладкий. Мой зайчик такой. Да. Котеночек мой, да? Сейчас сделаем. Прекратите. Что? А я еще не уколола. Что значит уколоть? Мне надо ничего делать. Я еще не уколола. Прививку не сделала. Мне нужно делать никакую прививку. Мне нужно ничего. Отдайте мне моего ребенка. Отдайте мне моего ребенка! С вами все в порядке? Да, со мной все в порядке. Мы потом придем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Спасибо вам огромное, что помогли все решить. У нас еще просто маленький ребенок, и это вообще, конечно, с ними очень сложно. Скажите, ну что, тогда мы можем забрать документы и поедем? А то нам еще кормить его. Спасибо вам. До свидания. Спасибо огромное. Всего хорошего. Ну, садись. Ребят, а можно машину отогнать? Извините, нет. Ну, хорошо, я тогда назад сдам. В машину садись. До свидания. Всего хорошего. Счастливо. Красотка. Что за день? Сплошная невезуха. Невезуха? Да ты что, скажешь спасибо, что тебе права отдали, и мужик-то спокойно уехал? Я сегодня наоборот, настоящий джекпот. Спасибо, Лялька, если бы не ты. Кто же знал, что эти копы мои сериалы смотрят? Кто бы мог подумать, что ты полицейских называешь копами? Что я Олегу скажу, что с машиной? Скажи ему, что тебе на дорогу собака выбежала, ну и ты случайно в столб врезалась. Ну а что, ты ж любишь всех спасать? Они поверят. Хорошо. Олега я возьму на себя. Ну ты же знаешь, я умею великолепно врать. Спасибо, милая. Машуль, ты отдохни, поспи, а я за Ванькой присмотрю. Че-то я выпущу чай, люблю. Я тебя тоже люблю. Давай, отдыхай. Машуль, ты отдохни. Папа. Никогда отца не слушаешь. Не нужна ты ему. Не нужна. Ля-ля. Ля-ля. Ля. Ля-ля. 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 Стоп. Что? Тут он сидит. А где? Ля-ля. Да не кричит. Никто тебе не поверит. Тебе никого. Машка. Маша. Посмотри на меня. Что случилось? Приснилось. Господи, ты боже мой. Иди сюда. Машка. Ну, иди ко мне. Иди ко мне. Ну, чего ты? Ну, чего ты? Ну, чего ты? Точно. Приснилось. 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 Давай врачу покажемся. Психика – это такое дело, что надо еще очень сильно постараться, чтобы заболеть психически. Расскажи, пожалуйста, а у вас травмы головы были? Нет. А как с наследственностью? У кого-нибудь из близких родственников были психические нарушения? Я не знаю. Ну, хотя я у мамы спрошу. Хотя нет. Нет. Я бы знала. Через неделю все анализы будут готовы. Приходите, мы еще раз посмотрим. Недели через полторы-две у вас все наладится. Хорошо. У Томилина несколько неправильные взгляды на бизнес. Средства можно возвращать куда более эффективно. Кое-где немножко оптимизировать, а кое-где рискнуть. Вы же и без меня знаете. Томилин – вывеск. Всем рулит его жена. Сейчас она из-за боймы выпала. А Томилин застрял в своем декоративном мерке. Финансы – не его, в отличие от Томилина и меня. Томилина. Там шансов ноль. Один вам. Почему ты раньше об этом не рассказывала? Разве о таком рассказывают? Шизофрения, она вообще лечится? Доча, ты что? Ну-ка посмотри на меня. Ты что, моя хорошая? Сама себе диагноз уже поставила. Ну, нет. Все в порядке. Что сказали тебе? Послеродовая депрессия. Все. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я Настю завезу маникюр-педикюр, по магазинам пробегусь и как раз ее обратно завезу домой. Настя, ты скоро? Даша. Даша. Все. Тебе часа в пять хватит? Угу. Все, поехали, быстрее. Даша, привет и поздравляю. Хорошо. Маш, ну давай я маме позвоню, а? Он тебе поможет. Зачем? Ну, с Ваней тихий час езжайте развлекаться. Хорошо. Ванечка, пока. Все, обнимаем. Так, пойдем. Машуль. 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 Маш, где Ваня? Маш. Спит. Где спит? В кроватке. Маша. Машуль. Здравствуйте. Я из окна увидела, как Маша оставила коляску посреди улицы и ушла. Десять минут двадцать. Я запереживала. Он кричит. А почему он в платье? Спасибо. Машуль. Субтитры создавал DimaTorzok Какая ты сумасшедшая, Мишуль. Ну это просто период такой. Ну валилось только всего на тебя. Я опасна. Для всех вас. Это наследственность. Какая наследственность? Это нелепое предположение. Слушай, я тебе обещаю, мы во всем разберемся. Найдем лучшего специалиста. Сделаем тест или что они там делают. Я уже все нашла. Настя, ты что? Прости меня. Мишуля, я уже все решила. Мишуля. Поехали. Субтитры создал DimaTorzok Здравствуйте, вы Олег, Аркадий Дмитриевич, а вы, Маша, очень приятно. Ну, что ж, из того, что я услышал, могу сказать одно. Вам действительно нужна помощь. Ну, не переживайте. У нас хорошая клиника. Все условия, персоналы, специалисты высшего уровня. Аркадий Дмитриевич, я вас очень прошу, сделайте все, что от вас зависит. Деньги не имеют значения. Вы же понимаете. Да, я понимаю. Хорошо. Мы сделаем все возможное. А теперь, если у вас больше нет вопросов, пожалуйста, подпишитесь. Саша, согласие на добровольную госпитализацию. Это обязательная часть процедуры. Маша, ты уверена? Ну, вот и замечательно. Это правильный выбор. При должном подходе болезнь корректируется. Главное, не запустить процесс. Да-да. Нина Петровна, я уже хотел посылать за вами. Вот, пожалуйста, проводите Машу в ее комнату. Пройдемте. В одноместную? Да, конечно. Одноместная палата. Пожалуйста. Аркадий Дмитриевич, спасибо. Все хорошо. Не переживайте. Все будет хорошо. Томилина в сорок первую. Да, конечно. Можно минуточку? Я дальше сама пойду. Ладно. А ты скорее поезжай домой к детям. Хорошо. Я завтра приеду. У нас дни посещения, среда и суббота. Режим. Идемте? Да, сейчас. Ты, пожалуйста, родной ничего не говори. Хорошо? Не хочу их волновать. Я здесь побуду, подлячусь и вернусь. Все будет как прежде. Люблю тебя. И я тебя. Ладно. Ну все. У нас очень хорошая больница. Трехразовое питание. Проходите. Вы не волнуйтесь. Все будет хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует... Можно? Да. Ну, как вы здесь, Томилина, устроились? Да, все хорошо, спасибо. Правда, одиноко. Я никогда не оставалась до такой степени. Одна. С рождения. Это хорошо. Хорошо, что вы компанию любите. Сейчас придет Нина Петровна, а мы вас в другую палату переводим. Это Маша. Маша, вот ваше место. Точно не могу в отдельной станции? Компания пойдет вам на пользу. Здесь чисто, аккуратно. Вы осваивайтесь, принесу вам лекарства. Окно закрой. Здравствуйте. Это Исоль, да? Иса. Талантливая актриса. А я Лорик. Лора. А она не разговаривает. Глухонемая. Тамара и звать. Ваше лекарство. Глотай. Глотай. Маша. Машенька. Машуля, Мария. Машулька. Как ты вообще мог отпустить ее в эту клинику? Что, другого варианта не было? А что Олежка должен был сделать? К батареи ее привязать? Ты же слышал, она сама так решила. Сама решила? Да хоть к батареи. И почему в нашу клинику, а не в столицу? Там хоть специалисты хорошие. Так, все. Маша хочет быть рядом с домом. Рядом со своей семьей. Я буду ездить каждый день туда. У меня все готово. Может, поужинаем? А, спасибо. Да, да. Сынок, а Леночка так и будет с вами жить? Мам, да мы вообще-то не обсуждали. Ну, а что тут обсуждать? Проси, чтобы осталось. На тебе сейчас работа и двое детей. Помощь тебе не помешает. И потом неизвестно, когда Маша вернется. Мам, Маша вернется. Скоро вернется. Так, я должен с ней поговорить. Делать ей там нечего. Ты со мной? Папа, сядь. Сядь, успокойся. Частная клиника хорошая. Там врачи чудеса творят. К тому же Маша просила не говорить вам, что она в лечебнице. Не вам, не тещи. А Настя? Ну что, Настя? Рыгается на ней. В комнате у себя. Молодец, закрывай. Так. Томелина! Стой. А таблетки? На. Все. Все, все. Запивай. Рот открой. Язык вверх. Отлично. Марченко! Тетяка! Тетяка, давай. Тетяка, давай. Спасибо, папа. Снова ты меня выручаешь. Может, тебе еще чем-то помочь? Там, документы посмотреть, аудит провести. Люди-то есть? Да я разберусь. Не первый же день в бизнесе. Раньше как-то справлялся? Раньше Маша была. Я в последнее время только и слышал. Маша то, Маша сё. Все почему-то думают, что она рулит моим бизнесом, а не я. Да она и рулит. Я сейчас о чем? Мамуль, ну я же тебе говорю, что она в командировке, за границей. И будет через две недели. Да, у нее пока нет связи. Мам, я же тебе говорю, я тебе сразу позвоню. Все, давай, целую, пока. Я даже не знаю, сколько я смогу ей вообще врать. Я Ванечку еле уложила. Мне кажется, мы с ним перегуляли. Ну, ты знаешь, парни столько эмоций, просто зашкаливают. Олег, ты устал? Голова болит. Знаешь, тебе просто нужно расслабиться. Как она могла? Я думал, у нас нет секретов друг от друга. Про бизнес-акселератор выдумала, с отцом сговорилась. И потом выясняется, что все инвестиции, все, это ее рук дело. Идиотом себя ощущаю. Лицо Бренда. Просто боялась, что ты не справишься, вот и решила подстраховаться. Что-то у всех слишком много сомнений. Ну, почему? Насчет меня. Мне, например, насчет тебя вообще нет никаких сомнений. Пойду я спать. Присаживайтесь, пожалуйста, там. Так соскучилась. Будто год не видела. Приемный день, среда, суббота. Ко мне никто не ездит. Платье-то и есть. Приемный день, среда, суббота. С 15 до 16 тихий час. Здравствуйте. Мы Кроговой. Вот, пожалуйста. Мам, мам. Мам. Мамуль. Привет. Ты как? Идем на улицу. Идем. Томилина, таблетки. Мои не приехали? Должны, значит, приедут. Они были уже сегодня. По графику лечения нужно пить. Ну, раз нужно. Рот покажи. Можно на улице их подождать? Иди, жди. Ты чего сидишь? Принца ждешь? Давай в палату, быстро. Иди, жди, 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 жди. Вы должны понимать, что во время лечения мы пытаемся добраться до самых глубоких слоев психи. К сожалению, сознание Варина Сергеевна затронуто сильнее, чем вы полагали. Но мы делаем все возможное. Простите, у меня обход. Я пришлю за Марией, не на Петрову. Хорошо? Хорошо. Да, еще раз повторяю, не волнуйтесь так. Лечение идет по плану. Главное, верить и не опускать руки ни вам, ни Марию. Марией, не на Петрову. Выходит, не верила в меня никогда. Кто-то не придумал эту схему с деньгами отца, эти инвестиции банковские. Сейчас тоже не веришь, да? Не веришь, что я тебя вытащил? А я тебя вытащил. Слышишь? Верь мне. Все, договорили? Вставай. Пошли. До свидания. Давай я отведу. Фетя, иди там, смотри. Тебя стучать не учили? А что ты не закрываешься? Ты же вроде не одна дома, почему ты со мной так разговариваешь? Что у тебя с папой? Ничего у меня с папой. Ты думаешь, я не вижу, как ты крутишься вокруг него или что? Ты что, с ума сошла? Так можно ей к маме в психушку отправиться? Дорогу ты знаешь. Дверь закрывает с обратной стороны. Настюша. Поужинаешь со мной, Настя? Я не хочу. Настюша. Друзья, заканчивайся. Иди ко мне. Иди ко мне. Ничего. Настюша. Лёлька говорит, ты не елся один. Нельзя так. Я хочу к маме. Поехали к маме. Ну, Настюша, позже. Позже. Я... Я сегодня была мама. Почему ты меня не взял? Потому я не взял. Зачем тебе смотреть на это? Ну, выздорови. Конечно. Конечно, выздорови. Ну, все. Слава себе. Просто... Это просто не так все скоро, как мы хотим. Не говори так папу. Слышишь меня? Не надо так говорить. Настя. Болезнь. Она не выбирает. Надо привыкать жить без мамы. Настя. Как-то... Папа. Ты предатель, пап. Настя. Папа, уйди из моей комнаты сейчас. Он не выбирает, Настя. Уходи. Вот он на лавочке сидит. Вы общайтесь. Я позову Аркадия Дмитриевич. Спасибо. Маш, привет. Маша, ну ты как тут? Тебе мама рассказала? Конечно. Кто же еще? Было бы лучше, если бы мне рассказал ты. Я бы нашла врача в столице. Собрала бы консилию. Спасибо, конечно, но... Последний раз... Твой врач. Мне очень понравился Маша. Ты знай. Если вдруг что, ты всегда можешь обратиться. Спасибо тебе. Если что, обращусь. Как мальчишки? Адаптировались к столичной жизни? Адаптировались. Хорошо. Ладно, я побегу. А то мои уже заждались. Пока. Пока. Садись. Ну что, Томеля. Поправим нашу психику? Угу. Ну что, Томеля. Поправим нашу психику? Ты, Томеля. Ах, хорошая, красивая, Томляч. Ott�. Что тут у нас есть? да 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 успокойся я тебе говорю лежи тихо не кричи спокойно споко что случилось что случилось видишь на людей бросается принеси мне двойную дозу успокоительного санитары заберите ее что мне держать что-то ставьте принеси мне адс не хватало мне еще столбняка все забирайте что она сделала на главврача напала пойдем он хотел меня значимовать хотел значит сделает это же адольф адольф аркадий дмитриевич сокращенно адольф ну это мы его так называем только ты смотри не проболтайся это будет нам будет нам да будет будет что он ничего не боится хочу ему бояться не ты первая не ты последняя ты не первая я не последняя гордись он не всех трогает красавица только симпатичных привет привет а у меня как раз ужин готов сушил я не хочу я как не хочешь подожди ну поесть и надо надо ну для кого я старалась и вообще и право пообщаться с кем-нибудь кто старше 7 месяцев так мясо будешь будешь а это курица да нет а нож есть я забыл прости лучше расскажи как вы с вами слушай мы отлично он здесь везде ползал не сидел ни секунды в общем он весь папа так подожди он проснулся сейчас приду посиди посмотри кто пришел посмотри кто пришел кто идет ко мне а он у тебя тоже похож Давай, я его подержу уже. Давай, иди ко мне, мой хороший. Вообще очень хорошо, что ты рядом. Не спишь? Собираюсь. Ляля, не надо. Маши сейчас нет, а я есть. Я настоящая. Звучит музыка. Мама! Ты чего в такую рань? Где Маша? В командировке. Не вырви меня. Ты мне почему не сказала, что Маша в психиатрической клинике? Садись. Я не буду садиться. Мама, сядь. Я не буду садиться. Мама, не ори, у меня все спят. Сядь. Хорошо, Сила. Я тебя еще раз спрашиваю, почему мне ничего не сказала? Я мать, и я имею право знать. Она сама просила, тебе не рассказывай. Я еду к Маше. Сегодня неприемный день, тебя не пустят. Это что, меня родную мать не пустят к дочери? Там что, тюрьма? Ну нет, мам, там не тюрьма. Доброе утро. Вера Ивановна, здравствуйте. Здрасте. Я сейчас. Ляля, что ты делаешь? Я завтрак Олегу делаю. Ты зачем Олега обхаживаешь? С чего ты видела? Вижу. Да, не зря мне Настюша жаловалась. А я дура в старой думала. Девочке показалось. Понятно. Как так можно, а? А как можно, мам? Чтобы Олег страдал, можно? Или чтобы дети росли? Без матери тоже можно? Ты же сама знаешь, что это за болезнь. Ты не помнишь, как наша прабабка закончила? Понятно. Ты что, на Маше крест поставила? Маши больше нет. Нет. А жизнь есть. И она продолжается. Ты завтракать будешь? Да нет. Я... Встречу мне. Так давайте кофе с собой сделаю. Мне не надо. Я на заправке попью. Всего доброго. Беги, Олежка. Я иду к Маше. Я вас очень прошу, пожалуйста. Мне очень нужно туда. Пожалуйста, пропустите нас. Я вам еще раз говорю. Не положено. Только в приемные дни. Мама, я же тебе говорила. В среду приемный день. Поехали. Да я с места не сдвинусь. Мне нужно поговорить с Машей. Послушайте, вон она. Вон она моя дочь. Вон она, Машенька. Маша. Мама, хватит. В среду приемный. Что там происходит? Да вот. А. Пусти их. Вот. Спасибо. Мама. Спасибо. Мама. Спасибо вам большое, доктор. Она вон туда пошла. Одну минуту. Спасибо, доктор. Там моя... Здравствуйте. Маша. Подождите, успокойтесь. Не кричите. Здесь больные люди. Я понимаю. Елена Валерьевна, у вашей сестры... Да, у моей дочери, у Маши. Да, у вашей дочери. Индуцированный бред вызванный лечением. К сожалению, все идет не так, как мы предполагали. Я не очень понимаю. Она выздоровеет? Да, конечно, она выздоровеет, но надо набрать степление. Прошу вас. Прошу. Да. Мы уже корректируем лечение и прием препаратов, но в данный момент надо немного подождать. И я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что вы видите, по состоянию здоровья. Ну, а вот и Маша. Я вас оставлю, не буду вам мешать. Если понадоблюсь, я буду в своем кабинете. Спасибо. Пойдем. Смотри, это вот мы с Ванечкой. Ты знаешь, он уже так пытается встать. Он такой молодец. Ползает по всему дому. Маша, ну ты не переживай так. Ты лечись спокойно. Я позабочусь о детях, о Балеке. Машенька, доченька. Как ты тут? Что ж ты мне? Ничего не сказала. Не хотела волноваться. А я как? Таблетки. 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 Давай, я найду за таблеток. Снова таблетки. Слушай, ну, лечение, конечно. Но знаешь, главное, что врач хороший. Да. Хороший. Он хотел меня изнасиловать. Что? Маша, подожди, как изнасиловать? Маша. Подожди, может тебе показалось? Ну, или приснилось из-за лекарств? Так, я пошла к главврачу. Нет. Я пошла к главврачу. Мама. А что значит фраза? Позабочишься об Олеге. Она не... Да что он, Маша? Машенька. Ну, кто-то же должен о них сейчас заботиться. Правда? А Ванечка, он... Он как родной ляльки от мамы. Ну, Насте нужна помощь. И Олегу. Ты что такое говоришь? А что я говорю? Ну, пока тебя нет. Как это меня нет? Мне не так... Я есть. Машенька. Да. Не трогай меня. Не трогай меня, я не хочу себя видеть. Я никого из вас не хочу видеть. Оберите меня. Все нормально? Нет. А вы все хорошо? Не переживайте. Ваша сестра под моим личным контролем. Нет, ну я надеюсь. Просто история с изнасилованием... Да. Потому что психически нездоровые люди не такое могут придумать. А к тому же у пациентов шизофрении очень часто возникают фантазии на сексуальную тему. Это естественно. Не, ну я не знаю. Маша, а ты куда? Видеть тебя не могу. В смысле? Да. Даже мама говорит, что так будет лучше. А что получается? Кто не видит, что я выйду? Просто так не выйдешь? Меня забыли? Тебя забудут. Маша, меня забыли. Меня забыли. Смирись. Маша. Маша. Смирись, смирись. Ай, Визе нравится. Хорошо. 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 Им не нужна больная мать. Им не нужна больная мать. Да-да. Аркадий Дмитриевич к вам Томилина просится на прием. Прямо-таки просится? Ну, пусть зайдет. Заходи. Ну, что вы хотели, Мария Сергеевна? М? Неужто жалобы на меня в министерство написать решили? Вы могли бы ко мне больше никого не пускать. В каком смысле никого? В прямом смысле никого. Ни родных, ни близких, никого. Пусть не приходят. Им так будет лучше. А вам? Правда, часто отказ от посещения стимулирует положительную динамику. Особенно, если пациент готов сотрудничать с лечащим персоналом. Так лучше будет всем. Спасибо. Твой папа, он мужчина, а ему без женщины никак. И Ванечки, мама... Ванечки, мама есть! Своя вообще-то! Машенька! Бабушка, нет! Я хочу... У меня тоже будет моя мама! Ты Настюша! Ты Настюша! Господи... Господи... Ой, ты Боже мой... Ой... Мама! Мама! Мама... Мама! 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 Что ж ты оставила меня? Все еще думаешь, так лучше будет? Я думала, что вы понимали. Все так думают. Ты мне скажи, так лучше будет. Я не знаю. Я ничего уж и не знаю. Разве им нужна больная мать? Идем, Иза, идем. Поговорим. Поговорим. Не спишь? Сплю. Я не хочу с тобой разговаривать. Разговаривать не придется, просто послушай. Ты маленькая, еще ничего не понимаешь. Ты тоже мне пришла рассказывать, что я все пойму, когда вырасту? Ты можешь не стараться. Мне бабушка пыталась уже. Ну хорошо. Тогда я не буду тратить время ни твое, ни свое. Скажу тебе прямо. У тебя два варианта. Первый. Смириться, что мама больна. А я живу с твоим папой. Нравится тебе это? Не нравится. А второй? А второй я отправлю тебя в интернат. И поверь, у меня есть для этого все возможности. А мы будем жить с Олегом. С Ванечкой втроем. Или ты все-таки хочешь видеть своего братика? Отдыхай. Спокойной ночи. Я врач. В лаборатории работала. Здесь место тюремного срока. За что? Мужа убила. Бил безбожно. Издевался. Вот смотри. И не выдержала. Психушку симулировала. Экспертизу подделала. И сюда. Квартиру продала. Лечение оплатить. Я ведь думала, психушка лучше, чем тюрьма. Ошиблась. Не все здесь сумасшедшие. Лучше. Твое точно здорово. За тобой давно слежу. Нет у тебя диагноза. И лечение твое странное. Как день посещений. Двойная доза седативных. С таким лечением точно психом станешь. И что делать? Отказаться от лекарств? Бесполезно. Силой запихнут. Но если ты их пить перестанешь, то им не обязательно об этом знать. Я здесь семь лет и ни одной таблетки не выпила. Как? Учись. 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 Эта она умирает. Учись. 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 Запихивай в десу к мудрости С первого раза может не получиться Тренируйся Тренируйся Нина Петровна уже давала Ничего Еще надо Хорошо Вставай Слышишь? Просыпайся Вставай Пойдем, пойдем Тапки обувай Пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Если эти таблетки не пить Твое сознание останется чистым Достаточно будет притворяться, что ты соторможенная Посмотри на пациентов со стороны Медленные, отрешенные Смотрят бессмысленно Качаются из стороны в сторону Делай все то же самое Ну, на чем мы остановились? Ну что, привет Делай все то же Что ты делаешь Идиот Она не дышит Мог остановиться Это ты Избавьтесь от нее Давайте Все равно никто Искать не будет И скорую Скорую мне Она точно не дышит? Да, не дышит Искать 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 не дышит Как пропала Ванечка 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 Искать не дышит Люда 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 Что за пожар? Ой, Господи Людя Михайлович, девочка Она что, мертвая что ли? Ванну давай Ой Ой, Господи Что они с тобой сделали, милая Вот так Все хорошо, милая Все хорошо Он умер Вот так Умер Вот так Я убила человека Ой, ой, ой Чи-чи-чи-чи-чи Тихо-тихо-тихо-тихо Все-все-все-все-все Ну что, не томи Множественные гематомы Похоже, перелом левой кличицы Разрыв локтевого сустава Не исключаю ушиб Внутренних органов Господи, бедная девочка Кто ее так? Ну это не самое печальное Реакция на боль И корниальные рефлексы отсутствуют Сырочки сужены Артериальное дыхление понижено Она в глубокой коме Как в коме? Она полчаса назад говорила Он умер, умер Это часто бывает В предкомовом состоянии Шрам у нее вот здесь Видел? Что это такое? Да у нее не один там шрам Боюсь, что у нее отбирали органы Черные трансплантологи И она срочно в больницу Я ее забираю, но Долго скрывать не смогу Хорошо, конечно, если надо, забирай Объясните мне Как она могла спешать? Знаете ли Умалишенные они иногда Такие изобретательные и хитрые И к тому же У нас здесь не тюрьма Я бы рекомендовал Вам написать заявление в полицию Аккуратно Аккуратно Юра Ну, что еще? Иди сюда Держи Да просто Юра Держи Спасибо Что взял я к себе? Повезло же ей Если бы ты ее не нашел Да уж Повезло, так повезло Иоанн Михалыч Я говорю, поздно уже Ты в порядке? Да-да, все нормально Не заметил, как ты вошел Как она? Да никак Душать стало редко Поверхностно Подключили К искусственной вентиляции легких Ты давно здесь? Да не помню Минут двадцать Тридцать Глеб Михалыч Пора сообщать в полицию Нет Прости, но я больше не могу ее здесь держать Я персонал Посетитель Все спрашивают, задают вопросы Чем дольше мы тянем, тем хуже для нас Дело серьезное Не дай бог что Что, не дай бог что? Бог его знает Она здесь уже две недели Положительной динамики нет Может месяц еще Может год А может она вообще не очнется Не могу больше здесь держать Пойми Рано ты, доктор Руки опускаешь Ладно Я забираю ее Твоя помощь мне еще понадобится А что здесь происходит? Ты не поскупился, Глеб Николаевич Даже в госпитале у меня такой нет Ну вот поставишь девочку на ноги Вся эта аппаратура будет твоя Это же миллионы Я знаю Я сам платил И специалистов мне самых лучших Уже сделано Люди надежные, профессиональные Лишних вопросов не задают Работать будут посменно Так что пациентка будет под круглосуточным наблюдением Я прошу прощения, Глеб Михайлович Что происходит? Сейчас, сейчас, Люда Давай, Юра Иди Я пойду проверю Разобью что-нибудь Пойдем, Люда Я тебе все объясню Послушай, Люда Ни в какую полицию я заявлять не собираюсь И вы решили ее выхаживать дома Ну а что, мне ее бросить, что ли? Ну девочка наверняка будет искать родные А может не только родные Ты видела, она вся в синяках, в побоях Наверняка ее мучили, пытали Может не один год А если она не выйдет из комы, тогда что? Она выйдет Она выйдет из комы Хорошо Что мы скажем прислуги, соседи? Конечно, наверняка будут спрашивать Мы скажем, что это моя дочь Ты послушай, я уже все продумал Соседи ее не видели, так? Из старых знакомых Ты сама знаешь Я их и на пушечный выстрел не подпускаю Новых знакомых у меня почти нет Да, мы скажем, что это моя дочь Марта Понятно? Леонид Михайлович, у нас все готово Все Настя Папа, нет, это не могла так сделать Папа, не могла, а просто Папа, не могла Малыш, не пойми, ее месяц Я ненавижу тебя Я тебя ненавижу просто Что ты такое говоришь Здравствуйте Юрий Геннадьевич, здравствуйте А Глеб Михайлович сказал, чтобы за границу улетели Ночью я прилетел Холодь, дайте, пожалуйста Как тут у вас? Извините, все так же Глеб Михайлович ни на шаг не отходит от Марты Ждет, когда она глаза откроет Он надеется Я, знаете, поначалу тоже надеялась Скажите, пожалуйста, как у тебя все это окончится? На них больно смотреть Все, все, все Людмила, успокойтесь Уже кому-кому А вам сейчас надо быть сильной Привет Привет, Юра С приезда Спасибо Ну как там, Швейцария? Ну что там Стоит Что же не может быть А как у вас дела? Пошел Как видишь, пока без изменений Жизненные показатели Продолжают падать Глеб Михайлович Думаю Пришло у него подумать Об отключении Нет Послушай Я сказал нет Я знаю, что тебе больно Сколько ты вложил в него Ну ты подумай о себе О ней Девчонка и так натерпелась Но пришло время Отпустите ее Уверен Будет жить Здравствуйте Здравствуйте А вы кто? Я Егор Настю жду А я Лена Приятно И мне очень приятно Да вы садитесь Садитесь Чувствуйте себя как дома Сори, Егор Я готова Просто Очень много вещей И надеть все равно нечего Ой, Настюш Ну эти шорты Ну честное слово Ну ты же не модель Тебя забыла спросить Пошли Опоздали Духи бабушкины Ну правда Веет старостью Возьми мои Наверху Засуни себе свои духи Знаешь куда? Настюш Ты чего? Я же как лучше хочу Ну не нервничай так Еще болезнь спровоцируешь Какова болезнь? Не слушаю ее Фигня это Просто Ну как фигня Ее мама Сошла с ума Попала в психиатрическую больницу А это же наследственно Закрой рот Дура Я тебя ненавижу Чтоб ты сдохла Я вот больше всего боюсь Этих проявлений Вы кофе будете? Да нет Я пожалуй Пейте Сейчас ждем Намучилась ты Бедная Глядь не холчу Нелегко удалось Это решение Почему? Почему мам Мамочка Я не хочу Пожалуйста Мам 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 Пойду я. Глеб Михайлович, скоро зайдет к тебе. Господи. Ой, господи, я сейчас. Билиан Михайлович! Билиан Михайлович! Там. Там Марта. Что с ней? Проснулась. Проснулась, наша девочка. Вот так. Чувствуете? Чувствуете? Не старайтесь говорить. Моргните. Чувствуете? Удивительно. Еще вчера она была в глубокой коме, а сегодня подает надежды на полное восстановление. Ну так, а я тебе что говорил? Что я тебе говорил? Еще два дня и она побежит. Не торопитесь, Глеб Михайлович. Несмотря на уверенную положительную динамику, впереди Марта ждет длительный период реабилитации. Все-таки два года проезжал. Ты помнишь, что с тобой произошло, дочка? Помнишь? А как тебя зовут? Помнишь? Глеб Михайлович, слишком много вопросов. Она должна отдыхнуть. Вот. Это успокоительное. Поспите. Теперь уже нормальным здоровым сном. Излишняя активность вам сейчас не к чему. Да все. Пошли. Пошли. Отдыхай, дочка. Мерзавка. Кто опять? Дочь твоя. Она рассказывает Ванечке сказку про добрую настоящую маму-фею и злую матьку. Веселую Машу и коварную Лялю. И ты там, кстати, тоже есть. Добрый и глупый. И это, между прочим, не в первый раз. Ты как-то собираешься на это реагировать, я надеюсь? Я надеюсь, что это не позвольте. Я надеюсь, что это не такое, что это в industries that are in the world. Я надеюсь, что это не такое, что это не такое. Ты не думаешь о Леля. Хорошо, ты не думаешь о Леле. Ты не думаешь о Леле. Ну, обо мне подумай. Бог с ним со мной, о Ванечке подумай. Ему сейчас тяжелее всех. Думаешь, ему нужны сказки о маме? Нужны. Мы сейчас должны делать все, чтобы Ваня рос счастливым. Хорошо. Сказки закончатся. Но война с Лялькой нет. Папа. Какая война? Папа. Я принял решение. Мы оставим все, как есть. Убедим ее, что она моя дочь Марта. Что? Тише. Юра ей дал сильно успокоительное, так что она спит, ничего не слышит. Блин, Михалыч, как же так? Марты нет и не может быть. Вот Марта. Вот. Я ее в лесу нашел и от смерти спас. А если она все вспомнит? А если не вспомнит? Надеюсь, ты со мной. Марта Глировна Медведева. У всех базах есть. Ага. Может, хоть на американское гражданство подаваться. Идеальная работа, высшая проба. Вот любишь ты, Шкет, зарисоваться. Кому Шкет, а кому Василий Петрович. А ты медведь завязывай, замгубернатора погоняном звать. А сам медведь. Ну, шо это такое? А ты же пока замгубернатора. Ну, ладно, ладно, Вася. Долг твой последний прощаю. О! Спасибо. Ну, что? Вкусный бульончик? Да. Домашний. Я и отца твоего приучила к домашней пище. Раньше-то он все время по ресторанам. Он так себя казнит, что эти мерзавцы столько удерживали тебя и издевались. Он выкуп сразу собрал. Это ж психопаты, садисты. Ну, давай еще одну ложечку и все. Да? Давай. Вот, 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 вот. Вот умница, вот и умница. Может быть, чаю? Я быстро. Ну, давай. Ну, давай. Мама! 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 Алло, говорите, вас не слышно. Мама! 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 А ПА 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 С КОРА С КОРА ПА 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 Ну, помнишь я тебе говорю? Да я помню Вот эта таблица? Я помню, папа Так вот, если цифры обозначены в третьей колонке перенести в четвертую Сократив статьи расходов по второй колонке Вот через пару лет можно выйти в ноль И начать зарабатывать в два раза больше той суммы, указанной в десятой колонке Это очень хорошая идея Я сообщу об этом плановый отдел Ты мой финансовый гений Слава Богу, есть кому передать свое дело Когда уйду и на покой Папа, ты своим бизнесом будешь еще лет сто управлять Поработать я с удовольствием Ну вот и хорошо, дочка Вот и хорошо Шампанского выпьешь? Нет, надо еще к маме в больницу ехать Может поужинаем вечером вместе? Тебе что, поесть не с кем? Есть Ну не знаю Может декорации сменить что ли? Ну да Про сменить декорации это золотые слова, Миша Отдыхай, мы провожаем Да, я тоже посмотрел документы Не, представляешь во что она меня хочет травить? Ну какой из меня врач, вот скажи Не врач, а основатель клиники геронтологии Ну чего ты бунтож, Юрий Геннадьевич прав, дело перспективное, пап Ну, послушайте Марту, Глеб Михайлович Если она говорит перспективное, то прибыль точно будет Хорошо, если вы оба об этом говорите, я согласен Согласен Не опаздываем? Да нет, как раз нормально Ничего, подождет А где у вас уборная? А вот, направо Ну вы тогда идите, я сейчас Куда потом? Главврач принимает прямо и налево Вы не представляете, какое количество обеспеченных людей сталкивается с проблемой досмотра пожилых родителей Это огромная цифра, просто огромная С точки зрения вложения капитала, наша клиника это просто золотое дно Вообще, мне кажется, что следует расширять сеть подобных клиник в нашем регионе, хотите посмотреть? Нет, давайте дочку подождем У меня Марта занимается всеми делами И вот, возможно, инвестирование в вашу клинику не исключение Ну хорошо, конечно, давайте дождемся А вот, наверное, она Здравствуйте Здравствуйте, а мы вас ждем Надеюсь, вы не начали без меня Нет, вот, Аркадий Дмитриевич Ну, Аркаша, он хотел без тебя начать Я говорю, нет, без Марты говорить не будем Марта, а что такое? Ты как-то напряжена Все хорошо? Да Может, водички? Нет, не надо Да Ну, что там у тебя? Мам, ну сколько можно? Я уже столько лет с Олегом живу Все уже привыкли И только ты одна меня и пилишь, и пилишь, и пилишь, и пилишь Да потому что ты его не любишь Что? Вон уже Люди по углам шушукаются Что у тебя романы один за другим на стороне? А Олег узнает, что будет А может, он уже знает А может, он уже знает И что, Лялечка? Ничего У нас семья Ваня Ваня Ваня, это не твой сын Ваня мой Ваня мой сын Мой сын Идея, конечно, привлекательная, если верить его словам Ну, что-то я его пока не понял Папа Что? Подожди меня, здесь я сейчас Подожди, а… Жди здесь Я в машине ждать буду Марта Гребовна? Сидеть В шарфе не жарко? Ну, конечно, уж такой некрасивый шинал Что ты делаешь? Мария Сергеевна Призрак увидели? Собственно, как и я Не прощайся Марта, дочка Все в порядке? Что-то случилось? Это был он Кто он? Тот, за кого я два года пролежала в коме Ты его вспомнила? Я его не забывала Я ничего не забывала Так, Саша, сейчас прижмись, останови машину Ну, что? Что? Что ты вспомнила? Я все помнила Я ничего не забыла Когда я пришла в себя, я не могла понять, что происходит Я в чужом доме, я кровь чужие люди Не могу пошевелиться, сказать ничего не могу Еще ты со своими вопросами Помнили я, что произошло Я же думала, что я его убила в ту ночь То есть ты подумала, что я тебя полиции сдам? А что я должна была подумать? Кто поверит в сумасшедший, который убил своего врача? Я даже мужу боялась звонить Думала, что он откажется от меня А он и отказался Женился на моей сестре И мой родной сын теперь зовет ее мамой Я бы тебе поверил, дочка Я бы поверил А что случилось с настоящей Мартой? Мои друзья Так называемые друзья Посчитали, что у меня слишком много власти Что мне надо делиться Я так не считал Ну, они Стали пугать по-всякому То подожгут что-нибудь, то взорвут Потом Марту украли Я-то идиот думал, что я Бога за бороду ухватил, что эти шавки не посмеют В общем Когда Марту убили Во мне только ненависть жила Нет, не к этим подонкам, к себе Не сберег самое дорогое, что есть Что надо беречь Самое дорогое После этого не жил Так Доживал Потом Надежда появилась Так Поехали Поехали Куда? Ну, к этому уроду Я ему сейчас кости переломаю Нет, не надо Нельзя этого так оставлять, как ты не понимаешь Надо отомстить Поехали Хорошо, дочка Хорошо, дочка Хорошо Настенька Ну, как там дома? Ну, что дома, как дома Лялька Ну, что ты милая Ну, она, конечно Ну, Ванечку любит И Олежке с ней хорошо Спасибо Какая же ты у нас уже взрослая внученька Сколько Папа пережил Все эти ужасы А потом Потерять Машу Ты береги его, детка У папы трудная жизнь Да ладно тебе, хватит, ну Все нормально Олег, все хорошо Пей, пей чай Пей Добрый день Добрый день Проходите, пожалуйста Вот она Добрый день Тамара, я ваш новый адвокат Тамара, ваше дело направлено на пересмотр Вы свободны и можете уходить со мной Пойдемте, я жду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маша, Марта. Марта Глебовна. Садись. Боже кое. Ты такая красотка. Даже не узнать. Я же тебе говорила, что весь твой диагноз – это фикция. Тебя там в этой психушке не лечили, а калечили. Понять бы зачем. Ну, думаю, все возможно раскопать. Как ты думаешь, это реально, ну… оправдательный приговор, пересмотр делаю. Ну, конечно. Особенно, если за дело берутся юристы моего отца. Тут как головрача прижать? Вот, задача посложнее. Ты же не одна, Карл… развлекался он часто, этот… не многие отбились. Если все дадут показания, то тогда… Ай, уже неделю болеешь и никак не оклемаешься. Завтра ужин у мэра. Такое платье купила. Все зря. Ну, такая скукотища в этой дыре. Прочитала стелька, да? Думала, за принца замуж выходишь. А я не принц. Не твоего полета, птица, да? Ну, что ты несешь? Только Машка меня принимала таким, какой я есть. Больной, здоровый. Бедный, богатый. Им все равно было. Ну, что за бред? Ну, конечно, ты мне нужен. У нас семья. Между прочим, я люблю тебя не меньше, чем Маша. Спи. Здравствуйте, Рокоди Дмитриевич. Опять вы? А кто вас спустил? Я же из-за… Тихо. 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 Я сейчас буду звонить в полицию. Давайте. Хорошо. Как раз расскажем им, что вы садист и серийный насильник. У него, кстати, доказательства есть. Так, удачно. Простите, ошибся. Чего вы хотите? Кто вам платил за мое дополнительное лечение? Женщина. Вы хотели поговорить со мной? Да, я хотела поговорить о Маше. Вы помните, как ее звали? Да, конечно. Хорошо. Извините, Марта Глебовна, мы ищем кого-то? Еще. Одну женщину, которая почему-то меня не любит. КОНЕЦ Ну что, нашли? КОНЕЦ Нашла. Вы плачете, Марта Глебовна? Нет. Это плачет Мария Томилина. КОНЕЦ 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 Бабушка! Ох, ты мой золотой! Ой, Ванечка, ты мой внучек, ты мой родненький. А кто там? Кто там идет? Мама! 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 Ну что, мой хороший, ой! Там, бабушка. Я вижу. Ты ей подарил свой подарок, скажи мне. Что там у тебя? Да, мам, вот такое тебе ты собирай. Здравствуй, девочка. Ой. Как ты, бабушка? Все хорошо. Мама, посмотри, каких поржуков тебе собрал в парке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Понятно. Выяснила, значит, нашла. Мне кажется, что нет, все счастлив без меня. Я должна разобраться, пап. Понимаешь? Я должна понять, почему я оказалась в психушке. Почему Ляля платила этому ублюдку, чтобы со мной поступали еще хуже? Почему она заняла мое место? У меня есть муж, у меня есть двое детей, у меня есть мама. У меня есть отец. И другого мне не нужно. Но я должна разобраться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только в детективы не пытайся играть. Этим... Должны заниматься профессионалы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Еще разберемся, дочка. Разберемся. Холмский Антон Николаевич, к вашим услугам. Можно просто. Холмс. Марта. Мария. Если надо добыть информацию, то Холмс в этом деле лучший. Вот. Объект или как там у вас называется. Рот, я сказала, открой. Теперь бери ложку, ешь сам. Ты что делаешь? Ты что творишь? Ты понимаешь, что так нельзя себя вести? Сейчас пойдешь сам и будешь собирать эту кашу. Ты понял? Ты что, ты чего орешь? Быстро встал и поднял кашу. Не трогай его. Так, отдай мне моего ребенка. Я не отдам. Отдай. Я не отдам. Да у тебя пробы были. Или кастинг режиссерский. Иди. Ты как со мной разговариваешь? Я как хочу, так и разговариваю. Отдай мне моего ребенка. Отдай моего ребенка. Отдай. Да ты с ума сошла? Ваня. Ванечка, прости. Валуся, прости, пожалуйста. Мама была не права. Иди, ради Бога. Ванечка, прости. Иди на свой кастинг. Золотарев Михаил Иванович. Режиссер. Женат. Имеет трех детей. Встречаются один-два раза в неделю. Место встречи – гостиница «Европейская». Да. Ленька всегда любила режиссеров. Кстати, Анастасия Томилина тоже там сшивается. Похоже, у нее, собственно, расследование. Здравствуйте. Вы Настя? Да. Я сейчас дам вам… Вот. Я еще кинула адрес ресторана, она там обедает постоянно. Вот. Вы там пообщайтесь, пофлиртуйте. Вот. Только сядьте возле барной стойки, возле окна, чтобы видно было. Угу. Ручку поцелуйте. Я думаю, вы знаете. Да, конечно, без проблем. Красивая баба, на актрису одна похожа. Может, сделайте мне скидку за это тогда? Скидку? Я не путаю работу и личную жизнь. Пожалуйста. А, и если ваши фотографии попадут в сеть, то проблем не будет никаких? Вы там не женаты… Нет, они не планируют. А вы? Шучу. Хорошего вечера. Ты только представь. Если бы все эти фотографии попали в сеть. И весь интернет бы писал, что жена Тамилина ему изменяет. Только ты одного не учла. Что Никита оказался приличным человеком и меня предупредил. Ты лучше скажи, сколько он с тебя взял за этот день? Настя, успокойся. У меня все же такие же подлые, как и ты. Не, ну я понимаю, я враг номер один. Ну, отца… Отца тебе не жалко? Настюша… Ну зачем? Почему? Папа, ты что, не понимаешь, что… Папа, это правда. Она тебе изменяет. Ты не видишь этого? Сумасшедшая. Вся в мать. Да я сейчас тебе… Тихо. Успокойся. Машу ты не приплетай. Господи. Все, Настюша. Успокойся. Успокойся. Разберемся. Успокойся. У нас Настюша свои наушники забыла. А, кстати, где она? А вы же не в курсе, да, что наша девочка решила отца на весь город опозорить? Ля-ля. Ну а что? Не надо, что? Мне просто интересно, откуда у нее деньги? Никите, между прочим, она триста баксов за это заплатила. И неизвестно, сколько бармену. Кому заплатила? За что? Кто такой Никит-то? Не важно, пап. Это наша проблема. Я сам с Настей разберусь. Может, это вы? Может, это вы дали ей деньги? Я? Мне просто к вам огромная просьба. Не нужно спонсировать ее подлость. Я не понимаю, что ты говоришь? Настя подлая. Она наша внучка. Да. И моя дочка. Племянница. Племянница. Так, что все-таки произошло-то? Вам же сказали. Ничего. Можно мы сами как-нибудь разберемся с нашей дочкой? Не лезьте в нашу семью? Так, с меня хватит. Пойдем, отец. Сынок. Пойдем, пойдем. Ехали только дольше. Чего ты устраиваешь? Что? Ну, не сходи с ума. Они здесь при чем? Да все сошли с ума. Блин, я же точно знаю, что она с этим Режиком. Папа не видит еще ничего. Она еще таблетки какие-то постоянно глотает. Что за таблетки? Да фиг его знают, что там за таблетки. Я думаю, транквилизаторы какие-то. Она такой бодрячок после них. Так может, наркотой баловится? Я вообще бы не удивилась, если там наркота, честно. Ну, так подкини и дурь. Да, сообщаешь потом. Копам нужен момент. Уверена, по головке ее не погладят. Где я возьму дурь? Ну, не знаю. Что ты как маленькая? Антонова знаешь? Ну, из 10-го Б. Да, я слышала. Возьмешь у него визиточку, там контакт. Скинешь денежку, а они тебе геолокацию. Ходить даже никуда не надо. Все так просто? Да. Да нет. Не-не-не-не. Это очень стрёмно. Не надо. Ладно, скоро алгебра идешь. Знаешь, у меня голова болит. Ты иди, а я... Просто передай классно, что я принесу записку от папы. Окей. Я прошу, не надо. Зачем ты эти таблетки пыталась выбросить, если это аспирид? А? Сказочница. Проверим, проведем анализ. Пожалуйста, я правда, а? Я просто нашла их. Да идем же. Они просто лежали, а я просто решила посмотреть, что там. Все. Только что был аспирид. Эй, не надо. Стойте, мужики. Стойте, стойте, стойте. Что? Стойте, стоп. Командир, пойдем на два слова. Пойдем, пойдем. Держи ее. Пойдем. Значит так, смотри. Этим занимаются более серьезные структуры, поэтому девочку я сейчас забираю. Понял? Понял. Пойдем. Не лезь ты больше в эти дела, ладно? Отпусти ее. Пойдем со мной. Не бойся, не бойся. Новый человек, вы кто? С тобой хотят поговорить. Пойдем, пойдем, пойдем. Не бойся. Не надо, пожалуйста. Молодой человек, я вас не знаю. Мне надо идти, мне надо идти. Пожалуйста, не трогайте меня, пожалуйста. Посмотри сюда. Мама. Вообщем, я не могу пока вернуться домой. Мне нужно сперва все выяснить. Понимаешь? И уже потом. Мама. 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 Ну, мне будет нужна твоя помощь. Все, что скажешь, мам. Я помогу маму. Помогу. Попробуем покопаться в прошлом. Может быть, было что-то необычное перед тем, как вы попали в лечебницу? ДТП, анафилактический шок в больнице, управление газом, тяжелая беременность, клиническая смерть в родах. Вас что интересует? Не скучно выжили. Давайте по порядку. Ну, потом Олег нанял частного детектива. Пришло, что кто-то из его конкурентов ему гадит. Он даже что-то нашел и обещал Олегу подсчет, но погиб. Олег пытался потом найти эти документы, но не нашел. Вот. С этого надо было начинать. А как звали этого детектива? Влад. Влад, фамилию не помню. Ну, ничего, дочка. И детектива этого найдем, Влада. И документы. Я правильно говорю? Даже не сомневайтесь, Глеб Михайлович. Мы здесь ремонт не делали. Раньше здесь офисы были. Все осталось как есть. Со временем здесь будет магазин. Скажите, Влад Горяинов где сидел? А он здесь сидел. Ну, тут посмотрим. Вы не против? Да, пожалуйста. Да, если б тут что-то было, мы бы уже давно нашли. Наверняка. Ну, мы все равно посмотрим. А эти розетки работают? Где работают, где нет. Позвольте? Да, пожалуйста. А эти не работают. До свидания. А вдруг там бриллианты? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Больше ничего. Здравствуй, Влад Горяинов. Можно? Это вам за беспокойство. Ого. Вот запись с камеры наблюдения. Ну, я уже посмотрел. Смотрите и вы. Угу. Ну, больница какая-то. Да? Там что? Это в углу дата? Угу. Это через три дня после аварии, когда вы лекарства подменяли. Вот пришла сестра ваша. Сестра говорит. Теперь внимание. Следим за рукой. Вот. Ваша сестра вам ампулу подменила. Она же знала про вашу аллергию. Вот еще один любопытный факт. Есть запись интервью с Алексеем Васильевичем Скориком. Сотрудник службы газа, который вам трубы менял. Так вот он говорит, что в доме жила очень красивая актриса. И, мол, эта звезда интересовалась, где же у газовой трубы может быть слабое место. Ну, мол, сильно волнуется. Ну, доступ к ключам у нее был. Ну, и брелок отключить несложно. Не получилось с лекарством. Пойдем другим путем. Да ну, нет. Нет. Она хотела сама меня отвезти. Просто у нее были кинопробы. Потом она вернулась. Зачем она тогда вернулась? Ваша мама ей позвонила. Она испугалась. Или, может, хотела сама убедиться, что ты не выберешься? Я не знаю. Ты узнал, как Влад погиб? Пока нет. Ну, я подниму полицейские рапорты. Хотел что там искать? Ну да. Кажется, я знаю, что искать. Что? Что такое бабушка? Больно? Позвать врача? Это Аня. Бог наказал. Завоченька. Виноватый лицовой Маша. Не, бабуль, все. Я не Маша, бабуль, я Настя. Прости меня, Наша, Женька. Мама простит. Я знаю, что мама простит. Протокол допроса мамы Влада. А это вашей сестры. Вечер провела у сестры. Домой вернулась около полуночи. Это подтверждает консьерж. Влада дома не обнаружила. На звонки не отвечал. А утром отправилась в полицию писать заявление. Так, стоп. Вот она. Дома была около полуночи. Консьерж подтверждает. От нас она уехала где-то в девять часов вечера. Где она была? Три часа. Следователи хреновы. Двоечники. Так. Вот. Вот. Звонок от Елены Веретенниковой Владу был в двадцать один тридцать. Все понятно? Вышла от вас. Подумала. Позвонила Владу. Договорилась о встрече. Скорее всего, машина поменяла. Возможно, взяла в прокате. Ну, теоретически мы можем поискать данные услышанных прокатов. Хотя они вряд ли хранят так долго данные. Не надо ничего искать. Будем возвращать дело на это следование? Не будем. Так бы и гнила до конца своих дней в этой психушке. Юрист наш звонил. Обвинение просит для Адольфи. Пятнадцать лет. Уверена, что засудят. Знаешь, я вот думаю. Ну, хорошо, Ляля хотела меня убить. Угу. Ну, я же сама в психушку пошла. Ну, я же реально сходила с ума. До людей стала бросаться. Мертвецо видела. Ванечку потеряла. Ну, не она же меня с ума свела. Знаешь, как как бы людей с ума сводила. Заползали к человеку в дом и втихаря чудили там. Попробуй не двинуться. Когда вещь ты в одном месте оставила, приходишь, а она в другой месте. Ну, как. Так что… Да. У Ляляки второй муж из органов был. Слушай, а как тебе вообще в голову пришло, ну, самой в психушку идти? Ну, я сперва в психиатру пошла, анализы сдала. Потом все как-то завертелось. За Ванечку стала волноваться. Плюс мама еще сказала, что бабка наша с ума сошла во время беременности. Ну, что я должна была думать? Значит, есть анализы. А результаты? А я их тогда не забирала. Сколько история болезней могут храниться? Ну, должны хранить. Слушай, тогда надо попросить Глеба, чтобы он добыл их. Не надо Глеба просить. Я сама все добуду. Я смотрю, ты во вкус ходишь. Да. Батцином при холмсе будешь, да. Ну, все-все. Ну, все-все. Начала наблюдаться новый специалист и попросила всю историю болезни. Конечно. Можно ваши документы? Да. А я паспорт забыла. Права подойдут? Ну, давайте. Да, Мария Сергеевна, есть ваш визит и результаты анализа. Вам сделать копию или отправить на электронную почту? Давайте копию. Угу. Так, ну, это снотворные. И вот следы приема ЛСД. Какого ЛСД? Я не… Погоди, мне Ляля таблетки давала. Угу. Слушай, у тебя галлюцинации были? Были. Один раз. Как раз отчима покойного видела. Я после этого пошла к психиатру. Слушай, я могла под ЛСД сына из дома вывезти и на улице оставить? Нет, ну, под ЛСД ты могла. Ну, понимаешь, в чем дело? Тебя в основном-то снотворными пичкали. А от них люди спят, они гуляют. Мы не знаем, какие таблетки тебе Ляля давала. Так, а может, это вообще не ты была? И не ты вывозила? Тогда все объясняется. Вот записи с камеры, файлы по датам за последние полгода. Угу. А более старые у вас есть? Нет, зачем. Дольше не храним. Угу. А когда ЧП произошло, это выспленно? Ну да, по типу архива, вдруг кому-то понадобится. А можно я посмотрю? Да, конечно, без проблем. Спасибо. Вот нужная мне дата. Можно я скачаю на флешку? Спасибо. Только папе не говорите, что я приходила. Я просто ему сюрприз готовлю. Хорошо. Спасибо вам. Ну, вот это я. Ванечку на улицу увожу. Ну все, кофта моя, походка моя, жесты мои все. Я не могу на это смотреть больше. Подожди, а почему ты в капюшоне? Нельзя это как-то увеличить, крупнее сделать. Да, можно. Сейчас я через новую программу запущу. Вот тут не падает тень от капюшона. Я стопаю. Ну, па. Подожди-ка, так… Так это же не ты. Ну, лялька. Ну, за что, мам? Что ты ей сделала? Ничего. Плохого ничего не сделала. Ну, ты можешь сделать, мам. И тогда злая мачеха рассыпалась, как пыль. А добрая мама-фея обняла своих деток. Покажи маму-фею. Смотри. Смотри, видишь? А она правда существует? Конечно. Настя! Все, закрывай глаза, ложись спать. А ты меня не отнесешь? Нет, нет. Будешь спать самой. Настя! Что? Что это? Что это? Это платье. Что случилось? Откуда оно взялось? Что ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю, откуда оно взялось? Может, ты его купила, сшила, украла? Откуда я знаю? Я вообще понятия не имею. Это Маша на свадебное платье. Твое платье. Ты думаешь, я не знаю, что это мое платье? Только я выбросила миллион лет назад! Может, ты не заметила? В шкафу где-нибудь, в углу. Нет. Это все она! Это она! Я? Да! Класс! Я слетала в прошлое, тебе платье принесла, а ты хочешь сказать? Ну ты тварь! Ну ты тварь! Что? Сходи с ума! Ты можешь успокоиться! Ты можешь успокоиться! При чем здесь Настя? Не сходи с ума! Лёля! 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 Я вышла в школу. Ничего от этой ляльки хорошего. Одно только плохое. Пусть мучается теперь. Правильно. Настя, прекрати. Что, мам? Это надо прекратить. Что прекратить? Так, нельзя. Это… Это слишком жестоко. Что жестоко, я не понимаю. А она с тобой как? Она со мной по-разному. Но все равно она моя сестра. Мам, да ей самое место в психушке. Нет, Настя. Там никому не место. Ну, хорошо. Все будет хорошо. Беги домой. Завтра уедемся. Беги домой. Завтра уедемся. Хорошо. Хорошо. Беги домой. Беги домой. Компley. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К ним ко всем... Одно дело рассказать им правду, другое... И сводить их с ума... Я так не могу... Я еду с тобой... Нет... Я поеду с тобой, я прошу тебя... Это я тебя прошу... Я еду сама... Спасибо... Хочешь? Вань? Нет! Не заставляй его... Хочешь круассанчик? Да... Держи... Джем будешь? Нет... Да... Маша... Мама... Я вернулась... Мама... Наверх идите... Да... Хорошо... Маша... Давайте поговорим... Зачем ты пришла? Ты что, хочешь Ваню забрать? Олег, сделай что-нибудь... Ты видишь, что она из психушки пришла... Олег... Ты же знаешь, что я не сумасшедшая... Ты же правда это знаешь... Ты хотел меня убить... Когда Влад этого знал, ты его убила... А для меня другое придумала... Это ты Ванечку из дома вывезла, не я... Это ты мне то снотворное... Это ЛСД подсовывало... Хорошие таблеточки на травках... Это ты главврачу заплатила, чтобы он меня... Психушки сгноил... И ты совершенно точно знаешь, что я не сумасшедшая... Машенька... Ляля... Черт, Влад... Ты копался до этой больницы... Почему, почему тебя откачали? Лучше бы ты просто там сдохла... Это я... Это я должна была выйти замуж за Олега... Я... Была его Джульетта... А ты у меня отобрала его... Ты у меня все отобрала... А мне что? Эти дурацкие мужики и аборт... Я должна была родить ему сына... Ваня мой... Ваня мой... Мой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, спасибо... Женщина, а кто у вас там? Сын? Что? У меня там дочь. Да все хорошо будет. Спасибо. Маша. Маша. Мама проснулась. Да. Ничего здесь не изменилось. Все изменилось. Прежде всего персонал. С вашей сестрой это не вчера все началось. Какие-то непонятные проявления, скорее всего, это уже было несколько лет назад. А может даже и с детства на такое не всегда обращают внимание. Списывают на депрессию. А здесь она очень даже любит находиться. Это и сцену напоминает. Сейчас ее уже приведут. В такой фазе больные не узнают своих близких. Они находятся в своем мире. Я помню все. Где я быть должна. И вот я здесь. Ну, где же мой Ромео? Хорошо было. Не, ну, правда, было хорошо. Ромео. Так поклянись, что любишь ты меня. Хорошо было, правда? Правда, было хорошо. Я люблю тебя. Клянусь. Хорошо было, правда. Спасибо. Спасибо. Это у нас все на выписку? Как скажете. Давайте чуть-чуть повременим. Хорошо. Хорошо. Что случилось? Я хочу посмотреть на тебя. Посмотрела. Посмотрела? До сих пор не могу поверить, что ты вернулась. Я вернулась. Я люблю тебя. И я тебя. Я люблю тебя. Ладно, поехали. Дети ждут. Ладно, поехали. Дети ждут. На тебя. Б dei желез América. Ну, я хочу пока. Поехали. Это у нас все нахер. До сих пор. Ты тихо. Продолжение следует...